Сказка про то, как звери звезды ловили Бежал енот на своих коротких ножках по дружному лесу. Чтобы сократить путь, решил пробежать к нему деревни и речки. А заодно посмотреть, все ли хорошо у детей, которые приехали в деревню на летние каникулы. По пути ему никто не встретился, и енот подумал, все хорошо у детей, где-то резвятся. И довольный побежал дальше. Вдруг видит, на поляне сачок лежит. Вот так находка, обрадовался енот. Может, девочка, может, мальчик, ловили бабочек и обронили. А может, такую красивую поймали, что забыли обо всем на свете и побежали друзьям показывать. Поднял он сачок и тоже пошел к своим друзьям в лес, чтобы с ними обсудить, как можно применить его в лесном хозяйстве. Тут навстречу знакомый лисенок. «Привет, рыжик!» – воскликнул енот. «Привет, полосатая собака!» – обрадовался лисенок. Он всегда радовался, встретив друга или знакомого. А когда заметил в лапах енота сачок, спросил. «Откуда ты? И это что у тебя в лапах?» Енот покрутил свою находку. «Нужная в хозяйстве вещь! Сачок для бабочек!» Подумал немного и спрашивает лисенка. «Как думаешь, на что он годен?» «Детишкам-то раздолеи бабочек ловить. Они их в городе редко видят. А нам ведь бабочки привычны. Мы каждый день не по разу их встречаем. Что мне с ним делать? Я никак не соображу». Есенок подумал-подумал и говорит. «А пойдем вечером к большой невысыхающей луже. Будем звезды ловить». Ночью, когда на небе появляются звезды, некоторые из них спускаются в лужу. «Воды, наверное, попить. Я сколько раз видел». И договорились они вечером встретиться и пойти на звездную ловлю. А вечером по пути им встретился кабаненок. «Привет, добрый пятачок! Пойдем с нами к большой луже звездочки ловить!» Добрый пятачок тут же согласился, и они пошли втроем. Пришли к луже и стали ждать, когда стемнеет. Прошло немного времени, и в луже зажглись звездочки. Зверята по очереди с сачком подкрадывались, чтобы поймать хоть одну. Она сквозь сачок. Раз! И снова в луже мерцает. Раз! И снова в луже горит. Ловили они и ловили, но так и не поймали ни одной. Наконец, добрый пятачок не выдержал. Забежал в лужу и ну копытцами стучать. Он решил, что как цукнет по звездочке. А пока она опомнится, хватит ее и в сачок. Не тут-то было. Раз! Бац! Цук! Никакого толку. Раз! Бац! Цук! Ну, никак не получается. Смотрит зверята. Вода в луже взбаламутилась, и никаких звезд там нет. Расстроились они и пошли по домам спать. Время до утра еще оставалось. А сачок генот потом отнес туда, где его нашел. Уже потом, когда зверята подросли, поняли, что звезд в луже не было. И быть не могло. Они просто отражались в воде.